Снижение России военного потенциала Киева будет длиться до тех пор, пока он не займет реалистичную позицию. Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы. Которые вынудили нас начать СВО, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензе. Он отметил, что Российская Федерация наносит удары по инфраструктурным объектам Украины в качестве ответа на поставки Запада вооружений киевскому режиму, а также на безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией. Мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников не готовность к миру, а лишь язык безрассудных угроз и ультиматумов. Западные кураторы Киева такую безответственную линию только поощряют, ведь им выгодна война на территории Украины до последнего украинца. Позволяющая их военно-промышленному комплексу получать колоссальные прибыли, а также испытывать натовские вооружения, подчеркнул Небензе. Российский постпредприоон указал на то, что таким образом западные страны пытаются утвердить свою геополитическую гегемонию чужими руками и жизнями простых украинцев. После ударов вооруженных сил РФ по украинской инфраструктуре, киевские власти готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм.